Привет, друзья! Несмотря на то, что сегодня безумно солнечная погода, сегодня всего лишь плюс один и довольно-таки морозненько. И я сейчас собираюсь на парад трамваев и беру вас с собой. Так что поехали, посмотрим, что там новенького появилось и как много народу пришло. Увидимся там. Пока-пока! Смотрите, сколько народу. Наша! Так, народ, сегодня все гораздо более масштабно, чем 4 года назад, когда я приходила. Так, тут у нас эти самые, во-первых, всякие металлоискатели и прочее. И еще выставка ретроавтомобилей. Ну вот я даже не знаю, вообще стоит ее смотреть или нет. Потому что, ну что тут, машинки ГАИ и все. И в принципе, все они сзади, потому что спереди нет смысла смотреть, потому что там народу-то хрена. И причем, походу, походу, абсолютно все эти автомобили, они полицейские. Ну или большая часть. Да, вот эти кругленькие, они, конечно, покруче выглядят. Не знаю, если удастся, потом с обратной стороны зайти. Будет покруче посмотреть спереди. Ну и увидите, тут ни хрена не увидишь. Так, в прошлом году не было никаких ретроавтомобилей. И трамваи стояли прямо здесь, на трамвайных путях. И вот по правой стороне были современные, а по левой более старые. Так, ну я хотела вам технику показать, поснимать. Народу, конечно. Нет, конечно, гораздо больше народу, чем 4 года назад, когда я приезжала. Тогда было, конечно, еще... Нет, ну тоже было много народу, но не так, чтобы прям. Вот. Вот, не знаю, зачем стоять очередь, чтобы залезть внутрь. Но, не знаю, те, кто с детьми, может быть. Может быть, в этом есть резон, если у вас есть дети маленькие, ему интересно. Но взрослые люди зачем стоят? Закинуть здесь фотографию. Как бы, ну, смотреть на автомобиле изнутри. А смысл? Причем в этом году, походу, я не вижу, чтобы были подписаны экспонаты. В прошлом году был не подписан. То есть, было написано, какого года выпуска. И, собственно, для чего предназначена машина. Чистик вот такой для... Ну, да, вот кто с фоном сказали, для чистки рельсов. Да, такие интересные машинки. Так, я сегодня с новыми батарейками, поэтому проверяю, насколько хватит вообще зарядки, чтобы снимать здесь прерывно. Вообще, конечно, обещались в концерт какой-то, но что-то я плохо слышу. Однодверный трамвайчик без водителя. Не, ну, внутрь я не полезу, даже не просите. Это же дурдом. Там даже ничего и не увидишь, если залезешь. Ну, по факту не вижу смысла лезть внутрь, потому что там такая же толпень, как снаружи. Так, вот это я точно не знаю. Это, по-моему, для перевозки трамвайных вагонов для ремонта. То есть, не знаю, вообще видно вам или нет, отсвечивает солнце. Погружается трамвайный состав на эту платформу и перевозится для дальнейшего ремонта, насколько я знаю. Сейчас резко, короче, по программам подняться. Народу, конечно, да. И практически мало что видно. Так, это, насколько мне известно, это тоже ремонтный вагон. Так, это вагон-башня называется. И точно не скажу, но это тоже для ремонта. То есть, это для ремонта таковых путей. Ну, то есть, проводов. Если вдруг где-то ток прекратился, то есть, люди залезают на эту башню, она поднимается, и они ремонтируют таковые пути. Но, опять же, друзья, это то, что я знаю. А может быть, это и не так на самом деле. Так. Ну, трамвай будущего, кстати, можно внутрь залезть. Мы залезем? Как-нибудь. Потому что в прошлый раз я так и не попала внутрь. Пойдемте посмотрим. Тут, конечно, лума. В прошлом году тут тоже был такой вагон. И там вообще супер-бупер. То есть, тут вплоть до того, что есть вай-фай, есть туалет, и двери открываются с двух сторон. Ну, что ты все ломаешь, да? Сейчас попросту, да? Ну, и он такой рлинный, но... А нет, тут двери с одной стороны, но полный буддор. Пойдем, я прохожу. Пойдем, пойдем, пошли. Пойдем, пошли. Пойдем, пошли. Ну, длинный. Зачем совсем с маленькими детьми приходить на такие ярмарки и выставки, непонятно. Извините, зеленый фон, но в народу здесь нам много, и все пригодняют, и все толкают, и все толкают, и все толкают. Это похоже на вагон метро. Да. Да, я уже не пройду, там уже входят. А, там уже... Пойдем обратно, обратно, обратно. Видно с обратной стороны. Да, давайте, ребят, пойдемте. Дедащие. Так. Да, там уже просто не посмотреть кабинет, у нас только вторую. Да, вот. Внутри я больше, наверное, не полезу, не хочу. Было интересно посмотреть нового вагонного состава, но это не тот, который был в прошлом году. в прошлом году был вообще совершенно другой. Он был черного цвета, и двери у него открывались с двух сторон. Кто местность ждает? Так. Да, это обычный трамвай. Пойдем, он у нас с темп остается. Они не поедут. Господи, естественно, они не поедут. Так. Трамвайный вагон 71-135 в скобках LM2000. Довольно обычный. Похож на те, которые сейчас ходят, только он никак не раскрашивается. Никаких наклеек и никаких рисунков на нем нет. Ну, в принципе, оформим. Похож на те, что сейчас ходят. Да, походу, мы приближаемся к концепту. Не знаю, буду смотреть дальше. Еще должна быть тройка. Там, наверное, вообще не протолкнулся возле тройки. Так, это у нас трамвайный вагон Татра Т7-B5. Ну, в принципе, тоже похож на стандартный вагон. Чуть-чуть другого типа. Но мы, скажем, с вами идем в обратном направлении. То есть, мы идем от новых, от современных к старым трамваям. И, по идее, вершин, вершин, завершением должна быть тройка. не забывать вообще на экран посмотреть, пишет ли камера. Это у нас с вами трамвайный вагон Татра Т6-B5 в скобочках Т3-М. Не знаю, будут ли видны вообще названия. Ну, в принципе, годы выпуска и названия и вообще, что это значит. Вы можете, в принципе, посмотреть на сайте Мосгортранс. Там есть вся история. И также просто в интернете в Яндексе. Не знаю, если интересно. Вот. Я не хочу сильно углубляться в историю, потому что я, конечно, люблю трамвай, но не до такой степени, чтобы знать, когда, какой, какая модель была произведена в каком году. это у нас трамвайный вагон Татра Т3 в двухдверном исполнении. Кстати, вот эти я еще помню. Кто помнит такие трамвайчики с ручкой посередине красного цвета и такого кремового? В принципе, еще были такие. я помню при мне, когда маленькая была. Так. Тоже похожий. Тоже красный, но чуть потемнее красный цвет. Это у нас Татра Т2. Я в следующем вон все так. Вот так у нас не будет это в него. В принципе, он такой же, тоже двухдверный. И, кстати говоря, если заметили, на том предыдущем открывались окна, здесь окна, то есть там были раздвижные форточки, здесь форточки открываются на себя, как в современных трамваях и вообще в современном транспорте. Мне, кстати, так не нравится. Хотя это безопаснее. Я надеюсь, вообще меня слышно, потому что здесь кончилась какая-то концертная программа и очень орет это все. Так. А вот тут, смотрите, вот этот трамвай. Да-да, по-моему, это он. Смотрели фильм? Девушка без адреса смотрели. И там как раз парень уехал на таком-то вот эти форточки, которые опускаются вниз. Очень классно. Жаль, что такие больше не производятся. Так, это у нас трамвайный вагон Рижского вагоностроительного завода РВЗ-6. Вот. С заклепками и тоже двухдверный. Да, он, конечно, покруче. А как кошку сделать? Кошку не надо сделать. Да, вон там, если видите, где красная штука, там концерт какой-то. Ну, мы потом туда пройдем. Да, Так, вот это тоже заклепка, именно он, видите, какой здесь получается четырехдверный. Получается он четырехдверный. И если в том у нас форточки опускались вниз, то здесь они поднимаются вверх. Вот я точно не помню этот трамвай или предыдущий. Ну, в общем, какой-то из этих трамваев, где форточки опускаются либо поднимаются, он был в фильме «Девушка без адреса». Если смотрели, напишите мне в комментариях, какой же все-таки там был трамвай. В нем форточки поднимались или опускались. и это у нас трамвай московский трамвайный вагон МТВ 82. Наверное, все-таки по годам выпуска все-таки это был предыдущий трамвай, потому что тот был 62-го, а если фильм не изменяет, он как раз дата выпуска фильма как раз где-то тех годов, если мне память не изменяет. Опять же, вот, он уже выглядит вот так, и это, конечно, покруче, чем предыдущий. А вот, я вообще надеюсь, что толпень не слишком много закрывает вам, и вы все видите. Вот, а это уже вагончик с деревянными окнами. Да, у него тоже окна поднимаются вверх с нижней части, и это уже более древний, скажем так, вагон, потому что они деревянные. и вагоны двойные. Куда ты? То есть, у второго вагона нету нету не крестикового машиниста, или как это назвать, водителя, них нету. И здесь, кстати, вот, если видно внутри, получается, вы входите в тамбур, и потом только в вагон. Там еще есть разделение внутри. А вон продавайтесь. Да, народу сюда хочет дойти гораздо больше, чем куда бы то ни было. Так, трамвайный вагон, коломенский мотор называется. 26 год, 35 год. Здесь просто немеренная очередь. скорость у него 40 километров в час. Вот, и видите, кабина как таковая здесь особо отсутствует, то есть водитель, он сидит как бы перед экраном, и по задению уже пассажира. То есть особой кабины здесь нету. Никакого фактического разделения кабины от самого вагона нету. так, идем дальше. Тоже деревянный вагон, немножко отличается от предыдущего, точнее, предыдущий немножко отличается от этого, поскольку мы идем в обратном направлении. так, это у нас моторный трамвайный вагон типа безфонарный БФ 25-29 год. Ну, какой бой, первый трамвай какой. Так, и здесь посмотрите та же система, то есть по факту здесь нет никакой кабины, и водитель просто сидит, тамбуром отделяется, но пассажиры входящие, они оплачивают проезд и проходят дальше вагон из тамбура. Получается, водитель как бы сидит в тамбуре. Кстати, здесь внизу вот эта решетка, насколько я знаю, это для того, чтобы убирать снег с рельсом. Как бы сверху, верхнюю часть. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но насколько я знаю. Вот, и собственно, здесь так же выглядит, только кабина отделяется тамбурной перегородкой, а в предыдущем более совершенной модели такого не было. То есть, там был цельный вагон. идем дальше. Вот так вот всегда, блин, нету-нету никого, да, встанешь, начнешь снимать, что-то рассказывать, и тут же толпа набежит, и все орут, кричат, ругаются. не понятно. Я хотел сфотографировать, и вы сгодите. Вот тоже деревянный вагон, видите, там вы заходите как бы в тамбур, и дальше попадаете уже в вагон. То есть, здесь есть разделение, разделение, разделяющее стенка. вагон у нас называется прицепной трамвайный вагон типа Нюльбергский 908-914 годов, года выпуска. В принципе, эксплуатировался до 1959 года. Что за деревянный? Мы пойдем в автобусный вагон. Как вы видите, он также двойнул, и в первом, и во втором есть тамбур. Но здесь прикольно, здесь вообще все деревянное практически, в том числе и боковые стенки, тоже деревянные, за исключением каких-то вот этих вот скатов для воды, они, насколько я понимаю, металлические. вагон Так, значит, моторный трамвайный вагон типа фонарный F в году выпуска 907-914 эксплуатировался до 60-х годов. Абхан хрен да, народу, конечно, не вагон. Причем, многие просто стоят, никуда не проходят. Тем самым затрудняют движение остальных. И, собственно, вы можете видеть это вот такой онвай, известная аннушка старой модели. тамбурная система, и водитель сидел практически на входе. будет видно или нет. С правой стороны торчит руль. Вот кем мужчина в капюшоне стоит. Это там руль. Все. То есть он держит сейчас за руль. Вот и вся кабина. Так, тут уже мы подходим к концу. И я вам скажу, что в этом году гораздо более скудная коллекция трамваев, чем в прошлом. Вот так, друзья, у меня закончилась памятная карта и к тому же села батареи. Значит, я не знаю, на каком месте я остановилась. Начну отсюда. Значит, подошли мы к известному двухэтажному трамвайчику довольно старенькому. Трамвайчик экскурсионный смотровой и здесь льтовая лестница. Значит, он полностью деревянный, естественно, за исключением остова и ограждения на втором этаже. иди. Называется он конка, вагон конно-железной дороги с империалом, собственно, вторым ярусом. Год выпуска 1872-й конец 19-го века эксплуатировался в Москве с годы сгодовления до 1911-го года. Разведен во Франции. Значит, обслуживался двумя людьми, кучером и кондуктором. Напомню, что он полностью деревянный. Ну, там, если он поделился, я не знаю. Вообще, возможно, не будет увидеть лошади. Сейчас попробуем. на праздник. Собственно, она поднялась. Ну, черт, он там виднеется. Нет, сейчас я посмотрю, что день. Я не обвижила. Слушайте, что день. Слушайте, ваша, я поняла. Желаю. Смени, сомнение. Я сомнение. Я очень люблю. Хорошо, хорошо. Я не знаю, Сейчас надо попробовать обойтись с другой стороны, там вроде не так много народу. Вот видишь такие лошадки? Я здесь. Вот бедные лошадки. Уйдем. Хотя получилось бы что с тобой, если бы стало так. Вот бедные лошадки. Лошадка. Вот они просто. Еще лошадка. Смотри на маму, смотри в кадр. Телефон смотри, Платош. Телефон смотри. Учится у нас два не сколько? Четыре. Четыре. Вот такие нарядненькие. Но естественно они в то время никогда не были так оснаряжены. Красочно. Просто обычная. Обычная. Ни таких праздничных штук. Держи. Ты будешь ходить. Стой. Папе хочешь? Давай у мамы. Мы прошли к концу. Нормально. Фу. Если они будут беды? Просто ужас какой-то. Сколько детей? Это ж... Блин, извините меня за лицензуру. Но это пипец. Ну и собственно все. То есть... Вот как и все. Знаете, в прошлом году я не пошла, потому что был дождь. А четыре года назад я ходила. И тогда было гораздо больше. Я вам скажу, трамваев гораздо больше. Вот. Вот так вот. В общем-то и все. Я как-то рассчитывала на более глобальное мероприятие. Но... Кстати, тут что-то сломали. Здесь пол-треугольный домик. Небольшой. Да. В общем-то и кругом что-то строят. Строят. Так. Пойдемте кругом. Пройдемся. Поболтаем. Посмотрим. Смотрите, какой дом красивый. special radius... Ну... Рыба... Немножко я, конечно, разочарована, я надеялась на более масштабное событие в этом плане. Я думала, что будет трамваев примерно столько уже, сколько 4 года назад, и плюс еще что-нибудь новенькое, может быть, один или два трамвая, плюс какая-нибудь спецтехника в виде ремонтных составов, собственно, они и были. И что-то здесь построили, раньше такого не было. И ретроавтомобили, но ретроавтомобили, они и есть. Так, сейчас попробую вам в кадр показаться. Какое-нибудь красивое местечко выберу. Кстати, кто может быть в курсе, я здесь и раньше училась. И на Покровке, на улице Покровке, вот с одном бульваром, и на Лево. Там у нас проходила скульптура и еще какие-то занятия. Так что, в принципе, приятно иногда сюда приехать, такие воспоминания, как гуляли с ребятами. Смотрите, какая бодяга. А у нас фонтаны еще не включены, видимо, потому что снега нет, поэтому стали включать. О, боже, совсем посмотрели, что происходит, смотри. И где же наш Алик-то душевый, больше о нем не кончилось. О, боже, бежит! О, там пашинит и пыльность, говорят, сидит. А вот потерялся. Потеряшка. А куда он пошел-то, в Татру? И вообще, где он есть теперь? Кто-то где? Алекс, ты зря. О, прием, прием. Как дела? Угадайте, где я? А я стою рядом с трамваем. Нюжданта не гадана, да, но это трамвай МТВ, нет, МТВ-82. Ставили красивый трамвайчик возле туалетов. Вот другого места не нашли. Четыре года назад были велосипеды. Мишка уже, ты уже большой, по-другому. Пойдем, Артемус. Вот, ну, народу, если он стал пиццу, как будто никогда не видели старых великов. Честно говоря, такого плана массовые мероприятия иногда довольно часто уже подустаешь. Еще к середине. Да, какой велик у вас был. Так, как автомобильнее, и пойду домой. Потому что, ну, как-то это очень необычный, но это необычный. Тут еще какая-то фото... фото-конкурс какой-то. А, вот это, кстати, красиво. Кстати, не скажешь, похоже на горы. Такие, знаете, которые из воды торчат. А, вот, давайте поговорим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Пойду внутрь посмотрю Да ДимаTorzok 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 Друзья, привет! Я только пришла домой Знаете В метро Была такая Ситуация Не хотела снимать Потому что, ну, посчитала, что как-то неприлично будет В общем, шли мужчина с девочкой Девочка вся такая трясется, головой вот так вот болтает, глаза выпучены Не знаю, как бы возможно, что-то у нее такая болезнь Но и собирают деньги, типа, вот, помогите на лечение ребенка И только она вышла из вагона, они вышли на улицу И девочка уже нормальная, она не хромает, и голова у нее не трясется Вот, блин, даже на сочувствие наживаются Это вообще я была поражена Я знаю людей, которые вот на Повелецком, например, ну, просят деньги Которые действительно нуждаются там, люди без каких-то частей тела Есть парень, по-моему, на Повелецкой Часто бывает, у него половина головы отсутствует Это вообще, я когда первый раз видела, я в шоке была То есть, ну, ладно, люди, которые действительно нуждаются в помощи Но вот так, как бы зарабатывать таким методом Мошенничать на сочувствие, это вообще жестко Я, ну, такое окончание дня хорошее после путешествия на парад трамваев Такое впечатление я получила под конец дня Вот так вот и бывает Вот так вот Продолжение следует...